В эфире телеканала «Север» программа «Актуальное интервью» в студии Алины Волчейской. Здравствуйте! Сегодня гостями нашей студии стали организаторы серии велокроссов в Нарьинмаре Ирина Новоселова, Василий Кухарчук и один из постоянных участников велокроссов Наталья Антропова. Здравствуйте! Добрый вечер! Здравствуйте! Очень рада, что вы нашли время и посетили нашу студию. Ну вот очень интересно, да, я следила за вообще всей этой историей в Инстаграме, ВКонтакте, и когда увидела объявление о первом велокроссе, даже подумала, может быть, принять участие, но потом думаю, да, красного, обратно, это же столько, такое большое расстояние. Как вообще идея-то пришла, вот, организовать несколько, там, группу, да, велосипедистов и отправиться далеко? Ну, вообще, изначально я не планировала создавать такие масштабные мероприятия, что их там прям будет серия велокроссов каких-то. Все началось с того, что я стала накатывать на велосипеде по городу, по трассе, и поняла, что от десятков километров я не получаю той физической нагрузки, которую бы я хотела получить, и решила ее усложнить, скататься до красного. Ну, и чтобы мне было не скучно и не страшно ехать в лес одной по дороге, я решила набрать себе команду. В первый раз получилось, команда стала просить второй раз, второй раз получилось, ну, и потом уже пошло по накатанной у нас и третий раз, и четвертый. Знаю, что Василий, да, тоже один из тех первых, кто присоединился к вашей идее. Я присоединился, на самом деле, во второй раз, я увидел у Натальи как раз-таки пост на страничке, написал ей, Наталья почему-то меня не позвала в первый раз, потому что я, в принципе, в этом году начал кататься, и мне идея вообще сесть до красного, она была. Вот, но не было, так сказать, команды. Написал Наталье, Наталья написала Ирине, и 22-го числа вот я присоединился к этому велокроссу. А дальше, получается, в Пустозерск идея, когда пришла... В Пустозерск? В Пустозерск, я помню, идея пришла, ну, соответственно, в велокроссе, который вот был до красного и обратно, я познакомился с другой Ириной, она мне сказала, что, получается, они в прошлом году, оказывается, ездили на великах в Пустозерск, и я почему-то подумал, почему и нет, написал Ирине. Ну, а на завтра мы уже собирались в Пустозерск. Обалдеть. Ирина, ну вот расскажите первый этот велокросс, были ли у вас какие-то страхи, что как-то не так все пойдет? Вообще, это же, ну, нагрузка, да, на организм, и как-то был какой-то там отбор, или каждый человек там должен был сам осознавать, да, что это нагрузка, и он может там не доехать там, или еще что-то случится. Как вообще это все происходило, как вы людей набирали? Ну, вообще страхи были. Страхи были от того, что ты ведь не знаешь, кого ты набираешь, то есть регламент я сразу сделала, это 18+, чтобы взрослый человек сам понимал, что он несет за себя ответственность, но тем не менее за плечами у меня пол рюкзака, это была аптечка, медикаменты, которые в первую очередь могли бы нам понадобиться. Ну, и все-таки перед тем, как заявку мне участник подавал, конечно же, я его расспрашивала лично, я узнавала про человека, занимается ли он чем-то, какая нагрузка у него уже есть, то есть неподготовленного человека, разумеется, я не брала, и люди, которые мне писали, можно мы поедем, но мы вот еще точно не знаем, велик найдем или нет, такие, конечно же, сразу шпи в нет. Сколько было в первом Белокроссе участников? Ой, а я не помню, сколько нас было? Человек 15. Да? Ну, что думаешь? По-моему, там человек 10 было, а в это второй раз было 15 или 16? Ну, где-то вот, да, около 15. Человек 15. Во второй раз уже, да, более такой большой был у нас. Ну, там и трасса была побольше, мы взяли дистанцию 100 километров. 100 километров, это получается до Красного и обратно? Да, от Тимана до Тимана, вот 100 километров. Как это все проходило? Вот мне, честно говоря, я, конечно, на велосипеде умею кататься, да, но вот в этом, за этот сезон всего, наверное, раз, два или три сидела на нем и доехала там максимум до аэропорта, и то обратно мне пришлось вызывать такси, потому что я поняла, что обратно я не смогу доехать, это тяжело, ехать по Гравийке, а вы доехали до Красного. Как вы там делали какие-то привалы? Как это проходило все в плане там, ну, то есть вы ждали друг друга или каждый ехал так, как может ехать? Каким образом? Нет, мы, вот у нас команда все, да, все четыре раза, команда у нас набиралась такая очень хорошая, мне было, по крайней мере, как организатору очень комфортно. То есть я не чувствовала себя, что я там ответственна, я в жаке и веду там всю стая за собой. Нет, мы как-то вот все, каждый помогал, все на одном дыхании шли, мы останавливались, у нас было три остановки, и мы обедали комплексным обедом в Красном. То есть нас там приняли в спорткомплексе, мы там отобедали, отдохнули и выдвинуться обратно, двигались мы все группой, ну, понятное дело, что кто-то уходил вперед, но всегда, допустим, мы обсуждали, да, это у нас три остановки, и, допустим, уколы лиственнички мы все ждем. То есть пока хвост у нас не доедет, голова у нас не выдвигалась вперед. И вот так вот группой мы приехали обратно в Наринмар. Можно добавлю? Ира на самом деле очень крутой организатор, потому что, чтобы нам не думать о своем там отдыхе или питании, Ира заранее накануне заказывала комплексные обеды в лейтхаусе, увозила все это благополучно на своем транспорте до Красного, то есть мы приезжали уже на все готовенькое. Нам в микроволновочке там все подогревали работники спорткомплекса, мы так хорошо кушали, и в первый раз, когда мы поехали, нам еще по красному провели квест, мы поиграли немножко. В общем, ну, так как обратно мы в первый раз ехали на машинах, вот, мы немножко там отдохнули, а во второй раз уже, ну, то же самое по питанию, просто мы покушали, отдохнули и обратно выдвинулись в путь. Но на самом деле 100 километров было ехать легче, потому что, когда себе задаешь уже такую планку, ты уже не расслабляешься там после еды, и ты обратно едешь, и даже обратно как будто бы дорога казалась еще легче. Потому что на самом деле, когда едешь в Красное, ты немножко едешь в гору, этого незаметно, но на самом деле это так и есть. А когда с Красного в город, как будто бы скатишься с горки. Интересно. А, Наталья, вот расскажите, я так понимаю, что вы были участниками всех четырех, да, вот этих? Кроме пустозерска. А, пустозерска. Положительной причине, да, а так? Вы почему решили вообще участвовать? Это что для вас был? Какой-то вызов? Или для вас это может быть обыденность такая? Ну, в смысле, что я знаю, что вы тренируетесь, да, вы спортсменка, можно сказать. Сложно ли было? Ну, вообще, на самом деле, я на велосипеде уже катаюсь давно, и для меня вот эти вот километры, они не страшны. Единственное, что я до Красного не ездила, потому что одной, ну, не очень удобно. Хочется все равно с компанией, и там какие-то страхи существуют, мало ли там кто-то выбежит из зверей, или еще что-то. У нас же постоянно пишут, там, медведи, еще кто-то, да, ползает на нашем лесу. Вот, а то есть, когда ты идею Ира, там, мне сразу же, наверное, одну из первых предложила, и у меня даже никаких сомнений не было, и я же за любой кипиш и движ. Поэтому нет, у меня вообще никаких сомнений и страхов нет. И сила есть. Да, я предлагаю сейчас, чтобы телезрители посмотрели, у нас есть небольшой сюжет, вот как раз-таки о велокроссе до Красного, поэтому сейчас, буквально там в течение нескольких минут, вы сможете посмотреть, как это было. В заполярных широтах, где снег лежит, можно сказать, 9 месяцев в году, северяне, как правило, выбирают лыжи и коньки. Так уж географически сложилось. Но чем же заниматься летом? На этот вопрос у спортсменов есть ответ. Как учитель физкультуры, я занимаюсь всем подряд, за что можно ухватиться, и чтобы провести время активно и с пользой зимой это лыжи. Ну а летом, вот, надоело бегать, я бегаю еще просто кроссы, вот, и решила добавить физическую нагрузку это велосипед. С каждым летом на улицах города все чаще можно встретить велосипедистов. Но если раньше нариенмарцы катались в основном в свободное время, то сейчас многие делают выбор в пользу двухколесного железного коня, даже чтобы добраться до работы и обратно. Мечта была все время. И постоянно каталась на велосипеде, но не в таких, конечно, объемах, километрах, количествах. Тут меня как-то торкнуло. Года четыре назад мне подарили велосипед на день рождения. Такой именно, какой я хотела. Очень тщательно его выбирали. И, конечно же, там такой процесс пошел, который было не остановить. И у нас вот и велокросс ежегодный в сентябре проводится, я тоже в нем участвую. И, конечно же, когда здесь объявили, тоже можно прокатиться, я не осталась в стороне. Велокроссы стали неотъемлемой частью жизни спортсменов-любителей. В клубе по интересам регулярно проводятся марш-броски на все более дальние расстояния. Правда, направление только одно, ведь дороги в регионе, как известно, имеют особенность заканчиваться. Именно до Красного мы стартуем второй раз. Первый раз мы приурочили к дню физкультурника 8 августа. То есть группа единомышленников просто тот, кто любит этот транспорт. Почему так далеко? Ну, так как в нашем округе, городе, это конечная точка населенного пункта. Больше дорог никуда нету, поэтому было бы дальше, поехали бы дальше. Вот, нравится мне велосипед, очень нравится, поэтому и кручу педали. Между собой здесь знакомы не все. Кто-то просто увидел пост-призы в социальных сетях и решил присоединиться. Северяне в этом смысле люди смелые и без предрассудков. Главное, что идея у всех общая. Изначально я не планировала, что мы выйдем на такой уже масштабный уровень. И я просто каталась сама. Сама каталась по городу. Потом я поняла, что дистанция растет, а физической нагрузки я от этого не получаю. Решила усложнить задачу кататься по гравийной дороге, по песку. Ну и чтобы не было скучно ехать одной до красного, я решила собрать команду, бросила клич, и люди отозвались. Отозвались первый у нас бросок был на 40 километров. Мы приняли эту дистанцию, в принципе, все очень хорошо. И вот сейчас всех сагитировала ехать на 100 километров. Утром субботнего дня команда единомышленников отправилась в свой пока самый длинный велозаезд. По пути остановки, чтобы отдышаться, и сделать памятное фото с государственным флагом, ведь дата заезда выбрана не просто так. Путь, пролегающий через Лаевожскую дорогу, непрост. Здесь то плиты, то гравийная дорога, то песочная. Благо, после камазов-тяжеловесов ее стали ровнять. Велоспорт – это не так легко, как может показаться со стороны. Особенно, когда на пути возникают такие преграды, как не самая удачная дорога. Велосипедистов с каждым годом в нашем городе становится все больше. А вот условий для этого хобби лучше пока не становится. Александр к выбору велосипеда подошел ответственно. Езда по городским улицам ему не близка. Говорит, не нравятся ощущения. А вот по лесу и пескам на велосипеде с такими широкими шинами – это действительно экстрим. Да и нагрузка выше. Легкая рама, алюминиевая легкая рама. Этот фэтбайк с максимальной рамой по размерам, 22-я, если не ошибаюсь, он весит всего лишь 16 килограмм. Без доп. оборудования, ну вот бутылка, крыло, сидушка – это я уже… Ну, такие сидушки совсем не подходят, только я у мамы состоялся, снял себе и поставил. 16 килограмм, то есть, допустим, какой-нибудь вот такой вот велосипед, он будет весить примерно столько же, если не больше. Вот, за счет этого. И широкая шина, низкое давление. За счет этого он как бы более проходимый, более легко на нем по песку ездить. Но не всем близок такой вид хобби. Кому-то больше нравится городская инфраструктура, которая в заполярной столице еще только строится. На самом деле, начал ездить на велосипеде достаточно плотно только в этом году. Проблем никаких нету, в принципе. Водители аккуратно объезжают, поэтому у нас в городе, я думаю, достаточно комфортно. Тем более, сейчас делают новые, получается, велосипедные дорожки. Единственное, они не очень ровные. Лучше бы было, если бы были они асфальтированы, как, в принципе, проезжая часть, тогда движение было бы гораздо приятнее. В велокроссе приняли участие 15 человек, среди которых спортсмены, тренеры и просто любители активного отдыха. Путь в 100 километров они преодолели за 8 часов. И уже сейчас велоактивисты планируют новый заезд, который пройдет в конце сентября. Ну вот, давайте уже красный оставим позади. Знаешь, что был велокросс в Пустозерск. Это вообще как? Это реально? То есть я немножко не понимаю, там есть какая-то дорога до Пустозерска, или вы как-то перебирались на лодках, или как это все было? Ну, получается, давайте я тогда начну. Мы стартовали непосредственно от морского порта, загрузились на лодки, соответственно, погрузили велосипеды, доехали, доплыли точнее до Тельвиски. И с Тельвиски уже мы до Устья ехали на велосипедах там порядка, наверное, 17-20 километров, если я не ошибаюсь. Далее нас там встретили проводники, которые непосредственно нам организовывали экскурсию по Пустозерску. Они же нас перевезли на лодках с Устья на другой берег. И мы пешком шли до Пустозерска, ну, по непосредственно всему маршруту. Там у нас была остановка, мы пообедали, соответственно, прошли по всему маршруту и обратно таким же образом вернулись непосредственно в город. Какая там почва? Вот на велосипеде там реально вообще-то? Там же, наверное, песок или глина, или что там? Там было все. В основном это был песок. Для нас был сюрпризом еще, что там, оказывается, неподалеку была ферма, и только что прогнали коров. Там было все перемешано, было сложновато. Сложновато было ехать. Но ничего, мы все справились, мы всей группой добрались, все довольны были. Очень понравилась, в принципе, экскурсия по Пустозерску, за что большое спасибо музею. То есть вы с ними заранее как-то сконнектились, да? Они там прямо ждали? Мы заранее, вот Василий подал мне идею, он мне позвонил, сказал, Ир, давай, поедем, я говорю, Василий, извини, у меня нет времени, я работаю в школе уже, я вышла. Он такой, нет, Ир, надо съездить. Да, кстати, изначально была идея съездить туда с ночевкой, но не получилось по времени, и, соответственно, как бы уже ездили просто вот на экскурсию. А сколько было участников у вас в Пустозерске? Там было немного, у нас, получается, 8 человек набралось, да, до Пустозерска. Ну, мы изначально, я сразу сказала, что группа будет до 10, чтобы это было комфортнее, потому что все-таки это лодки, это не просто сел на велики и уехал. А у нас обратно чуть велосипед... Не уплыл. Да, не уплыл. С моим ходом. Мы просто ехали, я его придерживал, чтобы он не свалился. Знаю, что, по-моему, на прошлых выходных, да, вы еще и провели велокемпинг с какой-то кросс-кантри-гонкой. Как вообще до этого дошло, и сколько участников заявилось? Ну, давайте опять я начну. Получается, у нас непосредственно участников гонки и кемпинга было 12 человек, но на момент проведения культурной программы порядка 20 человек присутствовало. А непосредственно, наверное, вот именно велокемпинг, это как раз-таки из-за того, что у нас не далась попытка по Сузерску там провести, да, там его с ночевкой. Поэтому, ну, отчасти, наверное, вот одной из так мотивирующих сторон была как раз-таки возможность поймать конец лета и как бы провести не только гонку, но и ночевку. Вот. Давайте, Ирина продолжит. Я просто изначально как пришла идея. Это опять же, Василий, он не дает покоя, ему все время хочется, что ты какого-то движ. Вообще, на самом деле, я очень благодарна, да, Василию и Наталье, что они вообще появились в моей жизни, которые все время меня трясут. Потому что, когда мы ездили 22 числа в Красное, я сказала, не, все, ребят, все, прекращаем, я нахожу в школу. Но, тем не менее, я вышла в школу, и вот уже два мероприятия у нас проведены. Вот. Мы в велокемпинг изначально было как такое мероприятие, когда вот мы более такая сплоченная команда, потому что у нас уже есть группа, такой костяк, которые участвуют везде. И, то есть, к нам просто каждый раз присоединяются люди, и, на самом деле, думаю, что это очень классно. Мы такая большая уже семья единомышленников. Все согласились, у нас без проблем, у нас не было финансирования, поэтому мы сразу предупредили, что там определенный будет как бы сбор. И все согласились, мы все приехали туда дружно, коллективно, все это провели, каждый, мне кажется, друг друга поддерживал. У нас как бы не было такой какой-то напряженной обстановки, да, так как-то все влились, все познакомились, провели мероприятие. Вечером у нас была классная программа, провел для нас ее Александр Чемисов, за что ему тоже большое спасибо. Он не отказался в последний момент, вот, поддержал нас, сам поучаствовал в гонке, вот, и остались все довольны, да, мне кажется. Мы очень душевно посидели, все поиграли, потом все ушли по палаткам спать, и, мне кажется, это вот такой колорит, которого не хватает в нашем округе. У нас очень активная молодежь, они правда... С погодой повезло. Они, да, они требуют, молодежь требует этого, и каждый раз нам везет вот с погодой. Хотя пока прогнозы были неутешительные, там стоял ветер и снег, то есть я ребятам сразу написала, что погода как бы будет вот у нас такая, но мероприятие будет в любом случае. Половину, конечно, у нас группы подкосила болезнь, нам многие отписали, что мы не можем ехать, но все равно мы такой маленькой и дружной компанией, мы уехали, и я как организатор полностью вообще довольна своим мероприятием. Ну вот вы сказали, что не было финансирования, опять же, у вас, по-моему, в ВКонтакте или в Инстаграме на страничке было указано, что очень много партнеров, да, то есть те, кто безвозмездно помогли, там кто-то предоставил призы, кто-то там палатки, эти спальники. Вот скажите, кто откликнулся, кто пришел вам на помощь? Ну, мы изначально с Василием обратились в наш департамент, Андрей, Антон Геннадьевич, да, нам помог, он написал ходатайство в Арктику, в молодежный центр, то есть в Арктике нам дали безвозмездно технику, это свет, музыка, люди все пришли, все подключили нам, за что им большое спасибо. То есть мы были в темное время суток в лесу, но у нас прям было очень светло, очень комфортно и весело с музыкой. Молодежный центр нас обеспечил полностью палатками, спальниками, спальники очень теплые, я ездила с ребенком в поход, мой ребенок вообще не замерз, многие спрашивают, как ты там с ребенком была в лесу, в принципе, там уже заморозок был, но ребенок, мы абсолютно доволен, она говорит, мам, когда мы едем второй раз, следующий раз, и также вот Василий у нас нашел спонсоров. Да, это непосредственно Черепенин Александр, руководитель транспортной компании «Северный путь», согласился нам предоставить сертификаты от фитнес-коба «Лабиринт» для мужской гонки, и салон красоты особа, Солка Константин и Анна Солка, они согласились предоставить также сертификаты салона красоты особа для женской гонки. Им отдельно спасибо за то, что помогают нам мотивировать людей, потому что все-таки, когда есть возможность выиграть, ну и получить достаточно ценный и интересный приз, участников становится больше. Поэтому, ребята, вам отдельное спасибо. Наталья, вас как участника, не могу не спросить, вы в велокроссе, в велокемпинге же тоже участвовали? Обязательно. Зачем вам это? Вот для чего? Так, зачем? Зачем нам это? Зачем нам это? Мне это зачем? Ну, это вообще мне, во-первых, это мне придает больше силы и энергии, а во-вторых, у меня есть огромное желание, ну, это самое, наверное, первое, что это желание, чтобы было у человека, потому что, когда кто-то у меня там спрашивает, вот бы я хотела, но вот я вот не знаю, я говорю, вы, значит, не хотите, потому что, если есть желание никаких, но вообще не существует там или есть ли. Вот, я вообще такой человек лесной, прям в корне своем, поэтому для меня лес это второй дом, и с ночевкой там на неделю я могу спокойно уехать, а если еще с велосипедом, это вообще сказка, поэтому мне это надо, я хочу, я так жить хочу, все. Здорово, вот смотрела как раз таки ваши, по-моему, stories тоже в инстаграме, и там какие-то прям конкурсы, игры, а где вообще проходило это вот мероприятие, далеко от города? Вообще рядом, в районе аэропорта, за аэропортом там вот два озера, и вот которое второе, которое большое, то есть это 7 километров от города, в принципе и связь хорошая, и можно таки сказать в шаговой доступности, и в то же время лес такой сказочный, там он такой был красивый, вот Ира с Васей молодцы, выбрали очень хорошее место, и мы немножко так образовалось, у нас там такой котлован был, и это как бы низинка, защита от ветра, ну, которого в принципе не было, вот, и там песочек, и хорошо, мы были в таком, как бы, окружены и вооружены, вот, и да, у нас были конкурсы, у нас была очень хорошая программа, поэтому место было идеальное для такого. А вот сама гонка, да, соревновательная, она, получается, была до, из города до вот этого места, или каким образом это все проходило? Нет, не совсем, получается, мы безначально планировали на другом месте, то есть гонка идет по кругу, круг, получается, 3 километра, у женщин, соответственно, 3 круга, у мужчин 5 кругов, ну, 15 и 9, получается, вот, изначально, когда мы ходили и смотрели вообще эту трассу, она нам показалась, наверное, немножко легкой, но по факту, когда мы ее проехали, а мы ее проехали только вот в день непосредственно проведения мероприятия, как бы, легко не показалось даже Владимиру Пуляеву, который, в принципе, достаточно очень подготовленный человек, и на велике он очень хорошо катается, то есть она, по большому счету, все время ты находился в напряжении, вот. Кстати, сейчас вот будет проходить следующее мероприятие, и мы также планируем, ну, это уже не наше, правда, мероприятие, да, это лыжники проводят. Это клуб любителей лыжников и турсический центр, ну, ежегодный велокросс-кантри. Он называется, по-моему, осенний марафон, да, вот, так же планируем участие. Да, но мы планируем всей своей командой туда, ну, не всей, конечно, но желающих много. Втроем точно поедем, за всех не будем. Вот вы, я знаю, что вы учитель физкультуры в школе, да? Все верно. Как учитель физкультуры, охарактеризуйте, пожалуйста, велоспорт, что он дает человеку, вот зачем заниматься велоспортом, какие есть преимущества, полезные, что-то вот от этого велоспорта, что можно извлечь? Ну, вообще, да, я сейчас детям своим тоже постоянно, ну, я вообще и до этого детям своим рассказывала, да, про кардионагрузки, что кардионагрузка, она, в принципе, необходима человеку, и, ну, то есть, это дает выносливость. Мне кажется, что это вот такой выброс адреналина, особенно, когда это еще в соревновательном этапе проходит, то есть, ты и тренируешь себя, и эмоции свои. То есть, это положительный только эффект, тем более, что еще, в отличие, допустим, от бега преимущества, там не идет нагрузка на позвоночник. Вот, поэтому вот в приоритет бегу я взяла уже в этот год лыжи. О, бху. Лыжи впереди. Лыжи впереди у нас, а в этом позже. Кстати, вот о планах. Знаю, что план-то грандиозный, да, вот поделитесь, пожалуйста, очень интересно, потому что хотелось бы как-то и освещать эти мероприятия, потому что это достаточно такое новое, да, направление. Не то, что новое, но в нашем регионе, ну, как-то непопулярно было вот эти вот велокроссы, велокемпинги, а тут вы вот взяли, собрались и что-то такое интересное придумали, и что дальше вот в перспективе есть? Ну, вот взяли и собрались, и это, опять же, вот народ, просто народ требует. Если бы я первый раз набрала команду, и она бы не набралась, потому что изначально, когда набирала команду, ну, возьму себе там два-три человека, чтобы просто докатиться самой, и меня там в лесу не сожрал медведь. Вот, но оказалось, что команда набирается и набирается, то есть это в первую очередь округ сам требует такие мероприятия. Ну, и так как у меня уже вот есть определенный костяк, который, я понимаю, что не дадут сидеть, мы планируем, да, расскажем планы, да, что мы планируем перейти с велика зимой на лыжи, вот, и уже на лыжах бегать. Ну, а потом в мае снова пересесть на велосипед, то есть не будем давать скучать округу. Ну, это тоже будут какие-то соревнования, там, гонки, что это? В каком виде? Нет, тут у меня в голове это лежит не как вот соревновательное, потому что соревнований на самом деле у нас хватает. Это пока у нас вот такая ситуация с коронавирусом, да, соревнования все прикрыты, а так я считаю, что в округе у нас соревнований в принципе достаточно. Вот, поэтому я больше смотрю на это как привлечение народа, чтобы был такой активный отдых, чтобы люди понимали, что можно отдыхать классно, весело, здорово, на спорте, полностью здоровым образом жизни. То есть это так же здорово, мне кажется, что все согласятся, вот, когда мы ходили, да, вот, последний велокемпинг, было очень весело, да? Очень. Телестер. Мы называем туфетисту туризм. Около костра общались, как-то это все было по-семейному и здорово. Понятное дело, что мы не привлекаем пока прям сотни, да, народу, но от этого тоже есть свой плюс. Мы успеваем охватить всю публику, с каждым пообщаться, принять какие-то плюсы, минусы, хотя по последнему мероприятию минусов никто не отметил, но я думаю, что они просто постеснялись, учитывая, какая была организация. Их не было. Вот, потому что на самом деле организовывать такие мероприятия достаточно сложно. Вот, за что большое спасибо Василию, он помог прям вот, был постоянно на подхвате и, наверное, где-то немножко оседал Иру с моим полетом мыслей, с таким мужским спокойствием. Так, Ира, нам нужно сейчас вот это. Ну, потому что Ира, если понесет, то ее унесет вместе с великом. Вот, и Вася вот как-то так подошел к этому спокойно, и мы с ней вот организовали это мероприятие, и мне кажется, действительно, наверное, и не было, в принципе, минусов, потому что прорабатывали очень долго, очень тщательно. Мы ездили в несколько мест, мы переползали этот лес, несколько раз меняли трассу, все эти покупки, чтобы привести место потом в порядок по окончанию. То есть мы же были там целую ночь, мы даже туалет сделали. У нас был туалет. Спасибо Ютубу, теперь мы знаем, как организовать туристический туалет. Ну, мы уехали, место все в порядке, потому что Василий купил большие пакеты для мусора, и мы все убрали, все прибрали и уехали. То есть после нас мы даже сняли все ленточки, то есть после нас никакого там пребывания велокросса не осталось, все чистенько. За что спасибо моей команде. Ирина, еще вам вопрос, вот как инициаторе ей, да, получили ли вы то, что хотели? И вообще какие эмоции после того, когда вы провели, например, серию этих велокроссов, кемпингов, что вы почувствовали? Было ли какое-то удовлетворение? И вот опять же вопрос такой же, да, как был к Наталье, зачем вам это? Ну, вообще, потому что спорт, ну я же учитель физкультуры, то есть я не могу без спорта, я понимаю уже, что если я, допустим, сижу долгое время на месте, то меня начинают уже ломать, такая спортивная ломка начинается. И да, я от этого лета, вот в связи, да, опять с ситуацией в стране, мы никуда не выезжали с ребенком, мы остались здесь, ну и чтобы себя куда-то нужно деть, свои силы, энергию, вот меня что-то понесло на этот велик. Я полностью, нет, я полностью прям довольна мероприятиями, я получаю ту энергию, я получаю энергию, во-первых, от людей, то есть они открываются мне, они не зажаты, то есть мы не просто сели на велике, молча доехали до красного, да, там, поели молча и уехали, мы все равно общаемся, это живое общение, это контакт. Мне кажется, это очень здорово, все проходит просто так очень компактно, для меня комфортно, я получаю те самые удовольствия, то самое удовольствие, которое бы хотела получить. И от велокросса я тоже получила те же самые эмоции, то есть я и организую, ну мы с Василием организовали это, мы с Василием же тоже и поучаствовали сами, сами организовали, сами поучаствовали, сами довольны остались. Плюс это от коронавируса тоже есть, так бы умотала в отпуск, это я в отпуск летом не езжу, да, а ты бы умотала и ничего бы не произошло. Вот, а так, вот видите, сколько я народу посадила на спорты, теперь многие у нас задумываются, даже мои учителя физкультуры, с моей школы, сказали, что мы потренируемся в этом году, на следующий год, Ирина Дармидонтовна, мы с тобой поедем. Буду трясти их. Ребята, это на самом деле очень здорово, что вы популяризируете спорт, велоспорт в нашем регионе, прям вот спасибо Вам за это большое и благодарю Вас, что нашли время, пришли к нам в студию. Будут какие-то идеи, там новые проекты, обязательно звоните, сообщайте, мы будем помогать Вам освещать эти вещи. Я напомню, гостями студии телеканала «Север» стали организаторы и постоянные участники велокроссов в Ненецком округе Ирина Новоселова, Василий Кухарчук и Наталья Антропова. На этом я с Вами прощаюсь, всего Вам доброго и до встречи в эфире. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!